Есть же разные другие испытания. Их куча. Например, человек просто наглую хочет засадить тебя в тюрьму. Он наглую клевещет на тебя. Понимаете, он наглую просто разрушает твой бизнес. Или наглую, допустим, еще какие-то вещи совершает, которые недопустимы вообще просто в принципе. И если ты будешь уступать ему в чем-то, то он просто тебя разрушит твою жизнь. И в чем доброта тут заключается, если доброта побеждает? Доброта заключается в том, чтобы не злиться. Да, просто делаешь свое дело. Надо под суд его дать, отдай. Но с добрым сердцем. Понимаете? То есть наказать надо, надо. Человеку иногда нужно наказание, чтобы он осекся, остановился. Но если ты начнешь злиться, ты ему в руку как бы будешь помогать ему. Сделаешь так, как ему надо, а не тебе. Это называется не смириться, мои хорошие. Это называется пересилить. Это не смириться называется. Это не смириться называется. Называется принять судьбу. Пересилить ее. Принять. То есть принятие судьбы означает сначала пересилить судьбу, означает сначала принять. Это не смириться. Это принять на себя удар. То есть ты принимаешь по-доброму. И так же, вот смотрите, когда идут два воина сражаются, один воин наносит удар. Вот когда тебе нанесли удар, ты должен не испугаться, не разгневаться, а принять судьбу. И потом дальше, когда ты принимаешь, ты сохраняешь силы. И потом дальше опять наносишь удар сам. Он тоже должен не разгневаться. И теперь смотрите, воины смотрят друг другу в глаза. Если один из них начал злиться, все, он проиграет. Или второй вариант, он начал пугаться, тоже проиграет. Если он начал злиться, он пойдет в атаку. Надо просто аккуратно защищаться. И он потеряет длительность. Во время атаки он будет уничтожен. Если он испугался, надо самому на него идти атаку, не давать ему опомниться. Понимаете? Но это я говорю вам сейчас про воинов. Они... Просто там ситуация, что кто-то должен остаться жив, а кто-то умереть. Понимаете? Ситуация сложная. А в нашем случае все не так. Ну то есть чаще всего, если идет какое-то противостояние, надо понять просто принцип победы. Принцип победы такой. Ты принимай сначала свою судьбу, но не злись и не пугайся. А для этого нужен Бог. Вот чтобы так себя вести, нужно верить, что ты за правое дело, что Бог тебя защищает, что у тебя все нормально будет в жизни. Понимаете? То есть когда человек так настроен, то есть два проявления доброты. Первое проявление доброты — это доброе наказание. Люди часто не понимают, что это доброта. Вот, допустим, ставить условие человеку, который может разрушить твою жизнь. Это доброта. Не злое условие, типа пошел вон, а по-доброму. Вот или так, или все. Или все это означает наказание. Но наказание доброе. Это же ему благо, и тебе будет благо. Или, если, допустим, нет злой ситуации, допустим, муж, жена, дети, там, войны нет. Часто люди, понимаете, воневать с пустяка начинают просто. Вот чуть не, по-моему, пошло, и все, объявляют тебе войну. Это неправильно, не честно. Войны нет никакой. Есть жизнь просто. И в жизни есть трудность. Помолись, прости. А потом, тебе надо только понять. Вот ты приняла судьбу, по-доброму относишься, тебе надо понять потом. Поощрить человека и объяснять. Или наказать. Вот и все, два всего, две грани. Доброе наказание или поощрение. Поощрение означает, что он сам все поймет. Просто не обратить внимания и отшутиться там, сам все поймет. Второе, наказание означает тоже, особенно в семейной жизни, это чаще всего добрый поступок. Но есть разные просто ситуации. Вот если близкий человек совершает какой-то поступок, надо понять, это благостный поступок, страстный или невежественный. Если он совершает благостный поступок, который тебе не по душе, по-доброму просто поговори. Это решается легко. Если он совершает страстный поступок, что такое благостный поступок? Это поступок, который разъевает человека. Ну допустим, жена пошла на лекцию к какому-то торсунову, который всех зомбирует. Вот в интернет написано, что там секта, осторожно секта. Ну как бы она пошла для чего? Для самосовершенствования. Ну и ты поговори с ней по-доброму. Ну что за фрук? Что там он говорит? Можно я с тобой схожу посмотреть? Сходи, посмотри. Вот. И так далее, понимаете? Сразу все понятно становится, нет проблем. Или человек, допустим, решил там поехать на какой-то там слет там кого-то или на фестиваль. Как бы отпуск взял, но вроде решили ехать там куда-нибудь на Таити. Вот. А он говорит, не поеду на Таити, поеду на фестиваль на какой-то там трезвенников там или еще кого-то. Ну поговори по-доброму. Это благостный поступок. Это поступок, который его развивает. И все решится, потому что там, где благость, можно беседой все решить. А если он страстный поступок совершил, то есть у него там ипотеку беру, срочно ипотеку. Вот. Тут уже просто разговором не поможет это. Разговор не поможет. Нужно принять судьбу, что человек, вот его понесло, принять судьбу. И дальше такое доброе наказание. Доброе наказание означает не разговаривать несколько дней, но при этом выполнять свои обязанности. Или, допустим, если человек быстро вышел из этого состояния, он говорит, ну почему тебе не нравится, что ипотеку я хочу взять. Тогда вы же приняли уже, тогда добрый разговор, объяснять, почему не нравится. Спасибо.